Добрый день, коллеги! Меня зовут Горлянский Дмитрий, компания Гарда Технологии. Вот такой заголовочек у нашего сегодняшнего, с такого заголовка начнем наше выступление сегодняшнее. Почему с него? Потому что эта проблема уже несет характер массовый, все уже с этим сталкивались неоднократно, в том числе уже самим службам безопасности периодически звонят и представляют службу безопасности. Почему так происходит? То есть, собственно говоря, вроде у нас у всех есть DLP-системы, мы вроде с утечками данных там более-менее научились все бороться. Я считаю, лично мое мнение, что у нас отечественные DLP-системы сейчас даже несколько превосходят зарубежных аналогов. Но тем не менее, все равно оно происходит. Почему? С какими проблемами мы сталкиваемся? В первую очередь, это неконтролируемые каналы. Особенно в последние два года эта проблема стала больше, шире. У нас много сотрудников, которые, во-первых, работают удаленно, которым мы предоставляем доступ, например, через VPN, который работает с домашних рабочих мест. И поставить туда, естественно, агентов DLP для противодействия утечкам не представляется возможным. Другая проблема – это та, что к данным у нас имеют доступ не только пользователи. То есть, когда мы говорим про защиту утечки, как правило, в первую очередь говорят о людях, которые допускают эти самые утечки информации. Но помимо людей у нас есть еще куча разных автоматизированных систем, которые получают эти данные, обрабатывают это маркетинговые системы, разная статистика, разная внутренняя отчетность. Это могут быть какие-то дочерние компании, которые могут пересылать свои критические данные. Собственно, эти каналы, как правило, тоже достаточно слабо контролируются. Третья проблема, из-за чего утечки все-таки продолжают появляться – это сам формат передачи данных. То есть, условно говоря, если мы имеем DLP-систему, поставили на контроль выгрузку документов, содержащих критическую информацию, но документ – это одно, а, например, выгрузка в какой-нибудь CRM-системе в виде HTML-странички – это уже другое. А если это, например, будет архив, то это третий. Не все, к сожалению, DLP-системы умеют работать с большими архивами данных. Я уже не говорю про то, что это может быть вообще, допустим, запрос к базе данных. И особенно, если мы говорим про автоматизированные системы, которые запрашивают информацию, они не документами обмениваются, они обмениваются технологической информацией. Ну и еще такая проблема – это файловые хранилища. Сейчас достаточно, скажем так, на нашей практике, как вендоры, мы часто с этим сталкиваемся у заказчиков, что проблема защиты файловых хранилищ встает тоже очень остро, потому что есть крупные файловые сервера, на них лежит куча информации. Эта информация тоже… Там зачастую находятся такие данные, что хоть стой, хоть падай. Что, собственно говоря, предлагаем мы? Как с этим бороться? Поскольку у нас периметр вот этот, за которым… который приходится контролировать, разросся уже до масштабов квартир наших сотрудников, мы предлагаем такой подход, что этот периметр сузить до места распространения этих данных. То есть не то, куда пользователи эти данные отсылают, а на уровне, когда они их получают. Любая утечка, любая утечка, какая бы она ни была, будь это пользователь, будь это внешний злоумышленник, какая-нибудь целенаправленная атака, будь это взлом сайта, в любом случае, прежде чем утечку допустить, ее сначала нужно… сначала эти данные нужно взять. А брать их будут, как правило, особенно в финансовом секторе, это база данных, либо те самые вот эти хранилища, файловые хранилища. Ну, таким образом, да, если мы сужаем до этого периметр, то, по большому счету, у нас есть одно место, где нам нужно детектировать утечку данных. Это не зависит от того, как пользователь будет получать эти данные, какой это будет пользователь, реальный или технологический, какой-нибудь скрипт или какая-нибудь программа. И что еще важно, особенно касательно баз данных, то, что в этом периметре данные всегда будут передаваться в одном и том же стандартизированном виде. Особенно, если это база данных, это SQL-запрос и на него ответ. SQL-запросы и ответы, они всегда будут там одни и те же, иметь один и тот же вид, и достаточно будет просто определить, что это именно эти интересующие нас данные. Ну, возьмем пример, да, например, там цены, да, или там дата рождения, да, она может быть в документах, может быть по одному указана, да, может быть в другом формате указана. Из базы данных дата рождения всегда будет ходить в одном и том же виде, в том, в котором она там настроена. Собственно говоря, какие средства защиты для этого используются? Для контроля утечек из баз данных широко используются так называемые DAM-системы. Вот, это система, которая позволяет вести аудит обращений к базам данных. И часто, часто вот эту задачу по аудиту, кто у нас запрашивает базу, информацию из баз данных, ее пытаются возложить на внутренние системы логирования. Даже вот сегодня к нам подходил один молодой человек, который предлагал эту задачу решить таким образом. Но на высоконагруженных данных, на высоконагруженных базах это работать не будет. По следующим причинам. Во-первых, это надо настроить, и нормальный аудит на уровне логов базы данных настроить достаточно будет сложно. Тем более, нас интересуют не только сами, вот, скажем так, запросы и таблицы. Нас интересует, получал пользователь эту информацию или нет, в каком объеме он ее получил. То есть, контролировать не только сами запросы, но и ответы, которые на них приходят. А во-вторых, кто будет это настраивать? Настраивать это будет, скорее всего, администратор базы данных. Человек, который, в первую очередь, может быть ответственным за утечку. Ну, чаще всего это администраторы базы данных, подрядчики, в общем, люди с привилегированным пользователем, с привилегированным доступом. И мы им доверяем настройку этого, значит, соответственно, они могут отключить на время, могут потереть логи, все, что угодно могут сделать, чтобы себя обезопасить. Ну и третья проблема, то, что эти логи очень сложно анализировать. То есть, элементарная задача, посмотреть, кто у нас слил информацию по состоянию одного какого-то лицевого счета, на уровне логирования базы данных, на уровне раскапывания логов, займет весьма обозримое время, то есть, достаточно серьезное. Что, собственно, позволяют дам-системы? Во-первых, дам-системы, они работают не на уровне логов базы данных, они работают, как правило, на уровне контроля сетевого трафика. То есть, не требуют установки какого-то ПО на целевые сервера баз данных, не требуют установки какого-то ПО на рабочие места пользователей, достаточно зазеркалировать с помощью сетевого оборудования трафик на дам-систему, и мы получим полноценный контроль всех обращений к базам данных и всех ответов, которые из базы данных ушли. Ну и, соответственно, сможем там детектировать массовую выгрузку данных, неправомерный доступ к информации и прочие вещи. Второе, что позволяют делать эти дам-системы при правильно настроенном аудите, они нам позволяют проводить расследование, то есть, посмотреть в ретроспективе, кто у нас, когда обращался, к каким данным. Приведу пример, ну, самый простой, да, это у нас в практике такое было, что приходит разъяренный клиент, кладет на стол распечатку, там, из интернетского форма, там, в этой распечатке состояние его счетов, деньги, кто, что, когда поступало, и так далее, полная история. Собственно говоря, дам-система позволит буквально за пару минут найти, кто обращался к этим данным, кто делал подобные выгрузки. Третье, что делают дам-системы, это поиск баз данных в сети. Тоже типичная ситуация, приходят подрядчики, работают с копией баз данных, после того, как работа закончили, про базу данных забыли, так она в сети и вертится у нас там, никто про нее ничего не знает, а данные там лежат. И потом, в самый неприятный момент, она обнаруживается. Вот как раз, чтобы этот неприятный момент не наступил, обнаружился она сразу, дам-системы, либо сканируют сеть, либо видят по, опять же, пакетам в трафике, что есть обращение к каким-то неучтенным у нас базам данных. Четвертая типовая задача дам-систем, это сканирование баз данных. Сканирование бывает там трех типов. Это классификация данных, то есть поиск, где у нас в базе данных лежит критическая информация. Пример, ПДН. Нам надо поставить на контроль обращение к таблицам, содержащим ПДН, но мы не знаем, что это за таблица, мы не в курсе структуры нашей базы. Дам-система позволит просканировать, получить перечень таблиц полей, содержащих искомую информацию, ну и, соответственно, поставить ее на контроль. Ну и также сканирование позволяет выявлять разные незакрытые уязвимости на уровне прав доступа, на уровне парольной защиты и прочих настроек безопасности баз данных. Ну и последнее, да, это то, что дам-система, они позволяют вести поведенческую аналитику, то есть видеть аномальное поведение пользователя. Например, хитрый злоумышленник хочет у нас скачать данные из базы, но он понимает, что вот такие большие ответы это сразу будет видно, если он сразу всю базу выкачает, поэтому он пишет хитрый скрипт, который там раз в пять минут будет подключаться и по десять строк качать. И так потихонечку, там за пару месяцев выкачает всю базу данных. Мы этого не заметим. Дам-система, она это заметит, поскольку она строит модели поведения пользователей и выявляет вот такую аномальную активность в разрезе разных промежутков времени. Что нам еще позволяет делать дам-системы? Помимо простого аудита обращений к таблицам и полям, то есть на уровне структуры базы данных, поскольку все действия, все запросы к базам они, как я уже говорил, стандартизированы, есть возможность привязать мониторинг к определенным бизнес-процессам. То есть настроить дам-систему таким образом, что она будет не просто логировать какие-то абстрактные запросы, а, например, формирование конкретной выгрузки, история операции по лицевому счету, например. Это всегда определенный запрос, затрагивающий определенные таблицы, определенный набор полей. По этим признакам можно настроить соответствующие политики мониторинга и таким образом иметь уже систему, которая позволяет на уровне SQL-запросов контролировать деятельность сотрудников или деятельность других учетных записей. Ну и возникает часто вопрос, а что делать, если у нас там куча пользователей, которые работают с этой базой данных, которые формируют такие вещи, как отличить вот эту штатную работу от нештатной. Для этого как раз используется тоже система поведенческой аналитики, которая есть в данных системах, это построение профилей работы пользователей и выявление отклонения от профиля. Что здесь имеется в виду? Ну, предположим, у нас есть колл-центр, в их задачу входит обращение, в том числе их типовое действие, это посмотреть информацию по тому, кто ему звонит, проверить персональные данные, номер паспорта и так далее. Есть у нас люди, которые в колл-центре работают с физлицами, есть которые с юрлицами. Благодаря тому, что мы имеем дело с базой данных и с четко структурированными данными, у нас есть возможность настроить параметр, по которому мы будем определять, этот пользователь запрашивает данные юрлиц или физлиц. Как правило, это будет наименование таблицы или поле в таблице определенный статус клиента. Соответственно, строятся профили работы пользователя. Если у нас пользователь всегда работал с юрлицами и зачем-то полез в физлица, то система зафиксирует у него отклонение по этому параметру, в какие поля он у нас лазит. Таким образом, система позволяет выявлять неправомерный доступ. Что касалось баз данных, теперь про файловые хранилища. Тоже есть куча проблем. Во-первых, данных много, они все разные, это могут быть документы, это могут быть сканы, это могут быть архивы, это всякие новые папки 18 и подобные вещи. Как правило, больше половины этих данных в реальной работе не используется, но они там, тем не менее, лежат, занимают место и предоставляют риски для утечки. Что здесь предлагается? Для контроля и для защиты вот таких хранилищ используют так называемые DAG-системы, Data Access Governance. Системы для защиты хранилищ неструктурированных данных. Что они позволяют делать? Они позволяют, во-первых, классифицировать информацию, которая у нас лежит в файловом хранилище, то есть показать, где у нас лежат документы, какие из них содержат персональные данные, где у нас лежат договора, то есть DAG-системы, они проводят полный аудит хранилища, показать, где что лежит, в том числе текстовую информацию, позволяют по определенным признакам, по словарям, по регулярным выражениям определять, что это определенный тип информации. Вторая типовая задача, которая позволяет решать такие системы, это аудит доступа к файлам, полный файловый аудит, кто у нас скачивает файлы, кто у нас открывает, кто у нас копирует, кто у нас записывает данные и подобное. То есть это нам позволит и впоследствии проводить анализ, это нам ретроспективный анализ, кто удалил ту или иную папку, или кто добавил сюда этот файл, так и выявлять аномальную активность на уровне этого файлового аудита, например, активность шифровальщиков. Если у нас аномально большое количество операций записи идет, то система может это задетектировать и увидеть, где такое действие шифровальщика. Кроме того, вот это дететирование предусматривает и возможности активного реагирования. К системе могут запретить, например, доступ к файлу или папке, могут заблокировать учетную запись, у которой выявлена аномальная активность. Ну и еще одна задача это аудит прав доступа, который настроен в этом файловом хранилище, выявление некорректно настроенных прав, выявление сломанных прав, проблем с наследованием, аудит, кто у нас из пользователей имеет доступ к какой папке и наоборот, каким папкам может иметь пользователь, может иметь определенный пользователь или группа пользователей доступ. Ну и, собственно говоря, выявлять эти самые нарушения. Важно, что все это может быть предоставлено в виде таких красивых графических отчетов понятных, работает все это тоже гораздо быстрее, чем если бы мы вручную анализировали собственными средствами поиска. Ну и еще такая задача для DAC-систем оптимизация СХД, когда у нас заполняется СХД, ее апгрейдить достаточно дорогое удовольствие, но DAC-систем нам позволит выявить, какие данные у нас там не используются вообще, какие данные занимают больше места и подобные задачи. Эти вещи я вам уже рассказывал, здесь я не буду подробно все это еще раз проговаривать, это типовые задачи, которые позволяют выполнять систему файлового аудита. Скажу коротко о нашей компании, собственно говоря, Гарда Технологии, мы предлагаем решение для полноценной защиты от утечек, как на уровне ARM, DLP-системы, так и на уровне баз данных, у нас есть система Гарда БД и система Гарда Файла, которая, собственно говоря, выполняет защиту неструктурированных данных. Большое спасибо, если есть вопросы, задавайте. Будьте добры, да. Такой вопрос, а почему вы разбиваете свои системы на три разных, а не называете их, например, все как DLP-системы, потому что, в конце концов, цель не поизучать, кто там чего посмотрел, а выявить, существует, так сказать, утечка данных или она не существует, правильно? Да, все верно, но смотрите. Второй вопрос сразу же заодно. Мы знаем, что в ряде зарубежных стран такие системы даже запрещены. В тех странах, где они, так сказать, запрещены, не используются, там что, так сказать, огромный вал утечки данных по сравнению с Россией, или может быть эти системы вообще-то, так сказать, дороги, ресурсоемкие, но не очень нужны? Начну тогда, наверное, с конца. Я, честно говоря, не сталкивался с тем, чтобы системы были запрещены, да, то есть, те же, те же DLP-системы, одна из первых DLP-систем, которая у нас в России была, насколько я помню, это Vepsons, зарубежного производства, она как раз родом из Германии. В Германии, она развивается, вот, в Германии, там не запрещены, как таковые, подобные системы, в других европейских странах, там к ним предъявляются требования GDPR, вот, и серьезные требования по обеспечению, там, внутренней безопасности, то есть, да, там, скажем так, отношение к данным пользователям несколько иное, нежели у нас, у нас, у нас, скорее, сделано, как в США, вот, так что, здесь проблема с тем, что они где-то запрещены, ну, в данном случае, как она к нашим задачам применима, я сейчас не вижу, что это какая-то проблема. Что касается наименования, да, все это борьба с утечками данных, но, во-первых, есть определенные, да, нюансы, есть определенные дополнительные функции, которые отличают эти системы, ну, а самое главное, если любую систему, которая позволяет работать с утечками, назвать DLP, то тогда просто будет путаница в наименовании, то есть тут элементарно по классу защищаемых систем, да, если у нас классическая DLP, это защита армов, условно, для баз данных, это защита баз данных, для файловых хранилищ, это защита файловых хранилищ, то есть по своему назначению, все-таки, эти системы несколько отличаются. Я тогда, если вы позвольте, прокомментирую, почему я задал такой вопрос. Как известно, существует, например, система ERP, с самым общим названием, но при этом, если там не говорить, ну, сап, ладно, там первое, самые современные, более-менее современные системы, они состоят из модулей, так и это система DLP, которая, а, работает с, один блок работает с файловыми хранилищами, другой отслеживает коммуникации, третий еще что-то, в зависимости от того, какие угрозы для организации представляются наиболее страшными, закупается либо все, либо что-то частично, это позволит лучше, наверное, внедрять, потому что, можно сэкономить на приобретение. Все верно, все верно. Назначение у систем, то есть их заточенность, она разная, поэтому действительно рисками определяется, что является для нас сейчас наиболее приоритетным. Здравствуйте, коллеги. В это нынешнее наше, скажем, непростое время, я понимаю, что то, что я буду говорить, может выглядеть, как, ребята, мы все неправильно живем, мы ходим пешком, и надо купить Мазерати. Вот, я постараюсь все-таки сказать, что нам нужно не Мазерати, а просто что-то поменять, вот, и постараюсь доказать, что это, как бы, может быть, даже где-то приведет к экономии. Так вот, мы очень много говорим про искусственный интеллект, в последнее время все чаще и чаще, но могу сказать по своему собственному опыту, многие, даже крупные банки только-только подходят к вопросу того, что нужно внедрять искусственный интеллект в том или ином виде. Рост данных, рост мошенничества и так далее, и потихонечку-потихонечку мы начинаем задумываться о том, что нужна какая-то помощь для человека. Хочу обсудить такие три небольшие момента, это актуальность искусственного интеллекта и мошен-леунинга в антифроде, какие варианты, в принципе, бывают, ну так, вкратце, и как облегчить процесс внедрения системы для, не столько для организации, сколько для своего понимания. Сейчас обычно используются, скажем, два варианта системы антифрода, да, в основном. Это, скажем, устоявшаяся какая-то система, которая уже давным-давно работает в организации, система достаточно статичная, статичные правила, скорее всего, даже нет человека, который прям целенаправленно отвечает за то, чтобы эти правила править. Увеличивается количество операций, увеличивается количество алертов, много алертов, давайте еще возьмем людей и все. Тем самым, ну, зачем что-то менять, если что-то работает? Очень часто подход, мы это видели и слышали, да. Вот, второй вариант, который, опять же, 50 на 50 используется, это системы с более тонким, с вариантом более тонкой настройки, скорее всего, там будет аналитик, два, три, не знаю, у всех по-разному, да, который будет анализировать эффективность правил, где-то что-то менять, есть возможность добавлять каналы, менять количество данных и тем самым потоньше настраивать систему. Помимо того, что у нас, скажем, устаревшая система, которая работает давным-давно, во многих банках никто ничего не меняет, рост объема данных идет у нас, если посмотреть, практически экспоненциально, особенно последнее время, во время ковида, вы знаете, многие банки стараются привлечь клиентов больше в ДБО, чтобы клиенты меньше ходили в офисы, не контактировали и так далее, предлагаются новые услуги в онлайн, ну и регуляторы тоже не отстают, дают нам новые требования, да, приводит к тому, что вот за 21 год, если я не ошибаюсь, количество операций в СБПУ вылечилось в 5 раз, а количество операций в принципе по картам в полтора раза. Но это как бы один момент. Другой момент это то, что какие-то новшества, да, например, тот же самый 3D Secure 2.0, о котором мы уже говорим много лет, который, слава богу, начинает работать потихоньку, да, только он дал рост количества параметров, которые можно анализировать в более чем в 10 раз. Соответственно, это новые методы верификации клиента, это информация об устройстве, которое пользует клиент, это информация о том, где находится это устройство или где находится клиент, новые предложения от E-кома, все это ведет к большому росту данных, которые постоянно требуется обрабатывать. Что можно сказать про, скажем, про черные ящички, про серые ящики, которые используются в искусственном интеллекте? Обычно это выглядит как либо совсем закрытый ящик, в который мы не знаем, что вообще там вендор вложил, вендор пришел, поставил, как-то настроил всю систему, оно работает, выдает либо да, либо нет, либо какой-то скоринг, мы туда внутренне заглядываем. Другой вариант, когда есть возможность посмотреть внутрь, оценить, что там за правила, какое количество правил, и может быть даже повлиять на это дело. Те, которые черные ящики, да, обычно они системы самообучающей, живет как-то своей жизнью, само настраивается, в зависимости от того, как у нас настроены, опять же, бизнес-процессы, да, вот, и другой вариант, когда есть опять тот же самый аналитик, который каким-то образом может повлиять на работу системы, да, то есть добавить какие-то данные, не знаю, заставить систему переобучиться, ну, самый простой пример, в некоторых системах можно выбрать в зависимости от наших возможностей, да, вот, наших там серверных возможностей, информационных, выбрать, не знаю, количество правил, насколько точно они будут бить, какой там будет процент попадания и так далее, все это настраивается, вот, этот аналитик может все поправить, грубо говоря. Есть черные ящички, нужен ли к черному ящичку человек? Мы говорим, есть система закрытая, которая выдает нам какой-то ответ, есть системы, на которые можно реагировать, так вот, человек может как минимум проанализировать то, что выдает ему система, полезна она вообще, не полезна, дает ли система какой-то эффект вообще, или это просто вот, опять же, ящичек, который дает ответ, который нам не нужен, и мы без него спокойно жили, да, и то, что я говорил про обучение системы, но, опять же, простой вариант, когда у нас идет какое-то новое мошенничество, система не всегда в этот же момент может распознать то, что это плохо, ей нужен какой-то сигнал от человека, не знаю, пойдет ли это от бизнес-процесса, или просто сидит человек, оператор, который увидел, что что-то пошло не так, и сможет помечать операции как мошенничество, как мошенничество, грубо говоря, вот, это все даст системе возможность лучше отреагировать, быстрее отреагировать, да, то есть человек и сама система, они должны работать вместе, то есть нет такого, что поставил, забыл, оно как-то тебе работает и все, это инструмент, который дан в помощь человеку, ну и кроме того, в принципе, человек будет осуществлять контроль за всем процессом, как логическим, так и за вот за работой системы. Я вначале сказал про Мазерати, в наше нынешнее время мы, конечно, можем, сейчас многие сомневаются, мы можем купить Мазерати, но как мы будем обслуживать, никто не знает, так вот есть, ну и так в качестве примера, без рекламы практически, хочу сказать, что помимо импортных решений, есть очень неплохие наши отечественные решения, возможно, нам и не нужен Мазерати, у нас есть свои хорошие решения, которые вполне могут заменить импортное, а значит, есть куда переходить. Когда мы выбираем само решение, нужно отталкиваться просто от нескольких моментов, мы понимаем прекрасно о том, что автоматизация, это процесс достаточно сложный, внедрение чего-то нового, это сложный процесс, нужно к нему как-то подготовиться, при этом я призываю отталкиваться не от того, что нам нужен Мазерати, мы сейчас будем на него деньги тратить, а отталкиваемся от того, что нам конкретно нужно. Не смотрим на стоимость, а сначала посмотрим на наши потребности. Посмотрим, какое у нас направление бизнеса, во что мы идем, элементарно боремся мы или с мошенниками, которые просто деньги выводят, либо те, кто охотятся за бонусными программами и так далее, то есть понимаем, для чего нам нужна система, понимаем, насколько удобно нам масштабировать ее, если нам это понадобится, бизнес растет, хорошо, сможем ли мы масштабировать или нет, то есть в принципе отталкиваемся от каких-то, скажем, более нужных нам вещей, нежели просто стоимость, потому что стоимость, опять же, мы приходим к тому, что смотрим и вот дорого, вот дорого и все, и не будем менять, но при этом, если взять, скажем, сравнить то, что есть сейчас и то, к чему можно прийти, если взять такие усредненные какие-то вещи, усредненный банк, усредненные системы, которых обычно, хорошо, если будет все три направления, физлица, юрлица и внутреннее мошенничество, то в среднем это где-то порядка 7 миллионов в год обходится обслуживание таких систем, при этом интеграция какого-то решения, которое будет как минимум не хуже по обслуживаемым параметрам, по тем вещам, которые она может оценивать, обойдется примерно в 10-15 миллионов, но при этом, опять же, то же самое годовое обслуживание, оно возможно будет чуть дороже, чем 7 миллионов, но мы помним, что мы можем сэкономить на персонале и на рабочих местах для этого персонала, и в конечном итоге это выйдет примерно в одни и те же самые деньги, каждый может посчитать по своему бизнесу самостоятельно, но при этом хочу сказать, что очень часто смена решения, особенно решения многоканального, которое может обслуживать много данных из разных источников, оно приведет к тому, что очень много денег можно будет сэкономить для бизнеса. Одна из важнейших вещей, прежде чем покупать и подходить к искусственному интеллекту, это нужно поменять свои бизнес-процессы, которые есть в организации. Самый простой опять же пример, это как у нас информация передается из подразделения в подразделение. Вы многие знаете о том, что где-то кто-то кому-то позвонил, что-то куда-то написал, письмо потерялось, ничего не нашли, где там было мошенничество, было ли мошенничество, пока все не будет прописано жестко, я очень часто это говорю, все идет из документации. Пока мы четко не пропишем и не будем следить за тем, чтобы бизнес-процессы у нас нормально жили и существовали в организации, нормально работать не будет. Будут жестко прописаны процессы, распишем временные рамки, назначим ответственных за все процессы, оно будет жить нормально. Исходя из того, как мы эти бизнес-процессы опишем, как мы поймем то, что нам требуется, то систему нам по сути нужно будет выбирать. Как я сказал, в зависимости от направления, которое мы хотим закрыть, мошенничество, карточное или бонусное какое-нибудь или еще что-нибудь, в соответствии с этим мы будем выбирать то решение, которое нам нужно. Три момента, на которые стоит обратить внимание, это то, что я говорил, внедрить искусственный интеллект, оно вроде бы как сложно и даже где-то дорого, но при этом если посмотреть и сделать нормальную оценку, расписать бизнес-процесс заново, понять, что нам потребуется, сколько людей, какая система и так далее, мы можем прийти к тому, что в принципе может быть у нас останется все то же самое по расходам, но при этом мы очень хорошо прикроем новые направления или растущий бизнес и так далее, потери будет меньше. Без ручного труда никуда, человек все равно должен присутствовать, как минимум новые шаблоны и мошенничества какие-то находить, обнаруживать до того, как это сделала система, корректировать поведение системы. И есть еще один важный момент, это управление предупреждениями, мошенничеством, предупреждения, как и сотрудников банка, скажем, и те, кто работает в антифроде, те, кто работает в колл-центре, не знаю, на фронте, если есть у нас какая-то система оповещения и клиентов, кстати, тоже, то это нам даст возможность получать обратную связь от этих источников оперативно, люди будут понимать вообще, что они делают. Сейчас зачастую есть разрыв, например, между подразделениями, которые работают в антифроде и те, кто сидят в колл-центре. Не все делают хоть какое-то банальное обучение для колл-центра, чтобы люди понимали. коллеги тоже наверное знают. Не всегда информация для доисполнительной доходит, и они не могут дать обратную связь по тем причинам. И завершая свое выступление, хочу просто три момента подчеркнуть. Это сначала идея, из чего мы исходим, что нам нужно для бизнеса, что нам требуется по нашему бизнес-процессу, измененному по новому бизнес-процессу. И еще раз говорю, искусственный интеллект это все-таки не самостоятельная система, а некий инструмент в помощь человеку. На этом все, спасибо большое, если есть какие-то вопросы, подходите, поможем, расскажем. Будьте добры, значит, у вас машинное обучение по эталонной выборке. У нас? Да. Продон, у нас... Ну, вот вы рассказывали о применении искусственного интеллекта, да? Эталонную выборку использовали в машинном обучении? Не обязательно. Не обязательно. То есть без нее. То есть сначала вы систему должны потренировать при конкретных процессах. Конечно. То есть при любом изменении надо тренировку начинать снова. По-хорошему, да. Спасибо. Так, еще вопрос есть, пожалуйста, из зала. И третий. Алло, да. Я же поэтому говорю, что есть системы, которые нужно обучать, есть системы, которые обучаются сами. По-хорошему, нужен всегда аналитик, который будет... Это прям идеальный случай, человек, который будет следить за обучением системы. Черный ящик это как бы хорошо, самообучение это хорошо, но быстрее, чем человек, все равно система не справится. Опять же, это мое мнение, можно поспорить. Такой вопрос. Вы вот сейчас, выражаясь современным языком, топили за искусственный интеллект в антифроде. По последним данным, так сказать, потери от мошенников у пользователей банков растут, деньги возвращаются в меньшем количестве. Вы можете прокомментировать, это почему происходит? Потому что недовкладывают в искусственный интеллект или потому что искусственный интеллект в общем-то не справляется? Тем более, что только что вы сказали, что человек все равно работает быстрее. Я немножко добавлю. Есть такое направление, скажем, в искусственном интеллекте, это детектор аномалий. Вещь, которая по большей части будет помогать человеку в некоторых вещах. Не знаю, банально сравнивать, где и когда был до последнего момента клиент, что сейчас поменялась геолокация, не знаю, что у него поменялось устройство. То есть это вещи, которые тяжело сравнить глазами, но система может оценить гораздо быстрее. Это раз. Во-вторых, кстати, хочу сказать, что падение уровня мошенничества сейчас наблюдается. Я думаю, что многие догадываются по какой причине, хотя, скорее всего, вернется это все на круги своя, найдут другое место для этого. Не искусственный интеллект, к сожалению. Да, здесь он как бы ни при чем. Но я вначале сказал о том, что к искусственному интеллекту многие только-только подходят. К сожалению, это не такая распространенная история, что многие побежали, внедрили, потратили деньги и сидят счастливые. Я как раз топлю за то, что эти системы могут помочь и в том числе с социальной инженерией, потому что могут оценивать достаточно оперативно большие объемы данных, которые человеку глазами посмотреть сложно. Алексей. Добрый день, Ситов Алексеевич, системы джет. Посмотрел на цифры, кстати, очень приятно было увидеть реальную оценку, надеюсь, перехода с одних решений на другие. Они, на самом деле, очень правдоподобны, просто немножко процентовка другая. Вопрос был такой. Банкам чаще всего интересно, где точка входа в машинное обучение, что необходимо иметь банку в количественных характеристиках, сколько должно быть клиентов, сколько должно быть входа, чтобы машинное обучение было экономически целесообразным и работало вообще. Ну, мы же понимаем, что... Да что ж такое? Система есть разная. Какие-то подороже, какие-то подешевле, какие-то масштабируются легко, какие-то сложно масштабируются. Исходим из потребностей всегда. В зависимости от того, что у нас есть, сколько мы денег тратим, то зачастую как бы и будут выбирать. Но тяжело представить, что каком-нибудь небольшой банк, скажем, в топ-50 сейчас побежит и купит какие-нибудь топовые решения за сто пятьсот миллионов и скажет, ну, ура, мы фрод победили. Понятное дело, что это будет, скажем, к сожалению, решение будет в финансовой сфере больше. Здравствуйте. Меня зовут Станислав Брагин. Я продакт-менеджер Касперских фрод-превеншен, нашей системы сионного антифрода. И до недавнего времени я еще отвечал за наши мобильные СДК, что тоже важно в контексте этого доклада. И я попробую сегодня рассказать про наш подход к детектированию социальной инженерии. То есть я буду говорить на примере наших продуктов, которые я лучше знаю, но в принципе скорее о методологии. То есть то же самое можно делать и на других платформах или пользуясь несколькими другими решениями. То есть сначала чуть-чуть сузим понятие до того, что для нас, как для системы сионного антифрода, собственно, социальная инженерия. Потому что этот термин очень широкий. И мы даже с партнерами, с которыми мы достаточно давно работаем, мы иногда говорим о разных вещах. Потому что мы, собственно, видим то, что видят наши сенсоры. И если что-то произошло за пределом них, ну, допустим, вот у пользователей как-то обманом в телефонном разговоре, которого мы не видели, выманили аккаунт. То есть это формально социальная инженерия. Но мы это увидим как аккаунт и ковер. То есть мы будем по этому критерию определять. Но есть вот таких четыре больших блока технологического стека мошенник, которые часто сопутствуют, которые мы видим, которые часто сопутствуют социальной инженерии, с которыми мы можем работать. То есть, во-первых, это фишинг в разных проявлениях. То есть и фишинговые сайты, поддельные приложения, фишинговые ссылки. Ну, вот эта история, которая используется в основном для кражи учетных данных и для заражения малуарой. Вторая, собственно, это вредоносное ПО в разных проявлениях. То есть в основном сейчас ну, меньше стало атак именно напрямую с помощью вредоносного ПО, но оно продолжает активно использоваться для кражи информации о пользователе, заслежения за пользователем. Потому что к тому моменту, как мошенник звонит, он обычно уже очень много знает. То есть он знает там достаточно, чтобы произвести на пользователя впечатление. Ну, просто там есть тоже какие-то инструменты удаленного контроля. В общем, не будем сейчас на этом оцикливаться. Ну, собственно, острие атаки на текущий момент самый эффективный инструмент это звонки мошенников. То есть когда профессионально подготовленный человек звонит человеку неподготовленному и там всячески принуждает его к выполнению тех действий, которые мошеннику нужны. Там эти сценарии постоянно меняются, они вот поменялись там в очередной раз. То есть на каком-то, ну, наверное, все слышали, что был спад небольшой звонков в последнее время, но потом сейчас это началось с новой силой и уже там сценарии по переводу денег в крипту подсрочно, потому что банки перестанут работать. То есть это очень гибкая история, но вот это как бы вершина пирамиды. И еще отдельно я выделил инструменты, которые тоже характерны для атак социалки. Это вот удаленный доступ к устройству. То есть одно время были популярны больше именно инструменты удаленного администрирования для выполнения действий. Сейчас они больше сместились на инструменты трансляции экрана, но это практически любой мессенджер. То есть это инструменты, которые с большой вероятностью пользователи уже установлены. И это такая отдельная часто встречающаяся история. Чуть-чуть о цифрах. Я думаю, что многие тут лучше эту проблему знают, чем я. Я приведу несколько. То есть вот с точки зрения нашего продукта за 21-й год 70% звонков с неизвестных номеров это были нежелательные звонки, из них 6% мошеннических. И вот был еще недавно, осенью, по-моему, свежий опрос в ЦИОМа, который показал, что 9% граждан уже столкнулись. То есть уже пострадали от мошенничества, и 34% опасаются стать жертвами мошенников. То есть динамика роста большая, потери большие, и в принципе защита от телефонного мошенничества крайне востребована именно среди пользователей. У нас, поскольку накоплена экспертиза в продукте Касперских уколов с B2C, мы не могли мимо этой истории пройти, и в прошлом году мы выпустили B2B-решение. То есть это SDK, который можно встраивать в приложение, и с одной стороны реализовывать функционал взаимодействия с пользователем, аналогично нашему приложению Касперских уколов, с другой стороны использовать эти данные для обогащения антифродовых систем, то есть использовать их для детектирования. Я немножко расскажу, как это на разных платформах устроено, потому что в силу ограничений платформ оно работает достаточно по-разному. Сейчас доступ к этим сервисам поддерживаются три платформы, это iOS, Android, еще у нас есть доступ к репутациям через просто через веб, через REST API. То есть на iOS в принципе очень мало возможностей, единственное, что мы можем сделать, это прогружать базу наших репутаций в телефон как расширение адресной книги, и впоследствии они показываются уже без нашего взаимодействия, без нашего участия операционной системы, но так же, как показывается информация из адресной книги. То есть наша задача в данном случае просто держать эту базу актуальной, потому что история очень динамичная, актуальна, быстро ее обновлять. В рантайме доступа к звонкам нет, то есть когда происходит звонок, мы с приложением обработать его не можем. Единственное, что мы можем сделать, это бесполезно для пользователей, но полезно для антифрода. Единственное, что там система позволяет сделать, это узнать, что в принципе звонок есть. На андроиде другая история, то есть там мы можем из приложения обработать, ну получить как бы из приложения обработать звонок, когда он происходит, получить репутацию и реализовать какой-то там удобный для конкретного приложения, ну не мы приложение может реализовать, какой-то органичный для него кастомный сценарий по взаимодействию с пользователем. Но там другая есть особенность, там как бы Google очень нестабилен разрешением по работе со звонками, то есть он их там то прикручивал, то обратно откручивал, и там как бы унифицированного доступа, ну унифицированного способа нет, то есть там на разных версиях операционной системы разные возможности, там разные сложности, ну и мы в общем это постарались скрыть, насколько это возможно под SDK, но не всегда это получается сделать 100%. Ну через Web, понятно, это скорее история для взаимодействия с бэк-офисом, то есть для обогащения других систем нашими репутациями, там как бы просто нам дают номер, мы даем репутацию. Обычно, ну в первую очередь, когда начинается разговор об этом SDK, там спрашивают, какие данные мы даем, поэтому я сразу это коротко вынес, то есть мы даем вот как бы четыре поля, одно это категория, категория это ну вот классификация, которая, классификация по группам, ну в общем классификация номеров, которые у нас там в Хукалзе происходят. То есть их сначала было очень много, мы там несколько сотен перепробовали, и в итоге пришли к нескольким десяткам, которые наиболее адекватно покрывают вот все, что происходит. То есть это там салоны красоты, вот мошенники, там подозрения на мошенничество, это тоже категория. Есть, например, категория финансовые риски, то есть это не на прямую мошенничество, но это когда пользователя там уговаривают поиграть там в Форексе, вложить куда-нибудь деньги, то есть такие вот категории на пределе, на границе. Любое из этих полей, оно может быть, может не быть, если мы знаем. Знаем или не знаем. Желтые страницы – это непосредственно справочник организации. То есть, если мы знаем, то уверены, что этот номер принадлежит организации. Мы просто подпишем. Спам – это признак, который может быть связан с любой категорией и с любой организацией. Это признак, который выставляют пользователи нежелательного звонка. То есть, если это совершенно легальная организация, но какой-нибудь телемаркетинг, который пользователь раздражает, они ставят, что это нежелательный для них звонок. Ну и дальше там есть какой-то ситуационный текст, который, в принципе, коллеги используют, когда они дополнительно что-то хотят сообщить. То есть, если они ничего плохого не знают про номер, они скажут, что это вероятно полезный звонок. Если они, наоборот, подозревают, что идут атаки с подменой номера, они там скажут, что это, возможно, звонок из банка, не сообщайте там коды, пароли, CVV. Ну вот, и кажется, собственно, может показаться, что серебряная пуля найдена, что у нас там достаточно хороший детект в этой истории. То есть, он вокруг 90% крутится по определению нежелательных мошеннических звонков, что можно пользователя предупреждать. И, в общем, проблема эта снизится. Но есть несколько «но». То есть, во-первых, это высокая гибкость мошенников, которые, встречая сопротивление, они очень легко переходят на другой инструментарий. В частности, там ни для кого не секрет, что есть доступная для них история с подменой номера. Она там стоит денег. И, в общем, сразу не все это делают. Но если они встречают сопротивление определителя номера, очевидно, они это будут делать чаще. И вторая часть проблемы, что мы, в принципе, тут защиту перекладываем на пользователя. То есть, тут получается вот эта история тоже с асимметрией защитника-атакующий. То есть, в данном случае в качестве защитника выступает очень неподготовленный человек. У нас было свое внутреннее исследование, которое показывало, что люди, которые себя считают подготовленными и вступают в разговор с мошенниками, подозревая, что это мошенники, они теряют, в принципе, в не меньшей степени, скажем так, в большей степени, чем люди, которые не вступают с ними в разговор. Потому что мошенники профессионалы, даже если человек предупрежден, они большой вероятностью ему голову все равно задурят. Поэтому мы советуем идти в двух направлениях. Во-первых, предупреждать пользователя, это полезно. Во-вторых, использовать эти данные в антифрод-системе, то есть все-таки на стороне банка. Потому что, собственно, если вспомнить финансовый технологический стек мошенников, то в дополнение к информации о звонках там есть еще достаточно много признаков, которые в сумме позволяют определить риски. Получается, что разделяется защита на две активности. Одна – это защита пользователя, которая не связана с его работой в приложении. Это аналогично ООНу, когда просто при поступлении звонков с пользователем происходит какая-то коммуникация. Вторая – это непосредственно защита банковской сессии. То есть, когда начинается банковская сессия, мы смотрим, похожа ли активность в сессии на типичные случаи социальной инженерии. То есть, я вот тут несколько примеров привел. Там была ли недавняя установка РАТа, там вообще профиль звонка похож ли на мошеннический, есть ли какие-то признаки удаленного контроля. И вот просто типичные в данный момент сценарии пытаемся определить и, соответственно, подсветить, что риск этой сессии высокий. Покажете, когда пять минут останется? – Да. – Спасибо. Вот я здесь привел несколько красных таких флажков, которые типичны. В настоящий момент мы часто видим, что они сопровождают атаки по социальной инженерии. То есть, это вот именно учитывая то, что у нас есть звонок подозрительный, подходящий по профилю. То есть, если у нас есть звонок, который подсветился как мошеннический, тут уже понятно, это высокий риск. Дальше, предположим, у нас есть просто звонок. Вот кто-то позвонил перед сессией и висит на трубке. И дальше есть какие-то еще вещи, которые можно смотреть, что происходит. То есть, это, во-первых, признаки account takeover, то есть, когда мы видим параллельные какие-то входы на других устройствах, в других каналах. Признаки заражения недавнего устройства, то есть, когда что-то ставилось в последнее время, что мы классифицируем как малуару. Опять же, признаки удаленного контроля и трансляции, которые происходят в данный момент. То есть, например, на самом деле, трансляция экрана, то что такая штука, она как бы фалсит. То есть, часто выводы на телевизору и могут показывать. Но вот опять же, если мы видим входящий звонок и трансляцию, наверное, понимаем, что риск высокий. Какие-то аномалии поведения пользователя в сессии, то есть, если он, допустим, сто раз платил за электричество и тут полез кредит оформлять. Ну, как бы имеет право, ничего криминального в этом нет. Но опять же, если там еще аномальный звонок висит, ну, вот, можно заподозрить что-то неладное. Там переходы по фишингу, ну, опять же, признаки фишинга, или скорее это вот в данном случае это какие-то как детектированники попыток поиграться с статистикой приложения. То есть, когда мы можем заподозрить, что, в общем, приложение не совсем настоящее и статистика не совсем настоящее. И сейчас мы пытаемся еще вот биометрические, пока вот нет у нас результатов, но есть несколько версий, что вот еще по биометрии можно определять какие-то аномалии. То есть, когда данные сенсоров телефона, они достаточно чуткие, там их много, и, в общем, есть подозрение, что когда пользователи социалят, он начинает по телефону пользоваться немножко не так, как он это делает обычно. Ну и, в принципе, всего вот у нас все на Монтефроде. У нас более 170 категорий разных подозрительной активности. И в зависимости от тех сценариев, которые мошенники в данный момент применяют, мы можем вот эти категории подключать к этой истории с детекта звонков, к репутации и вот в совокупности смотреть, похоже ли, ну, как бы подозревать, что идет вот какая-то типичная, популярная на данный момент атака, передавать эти данные как бы в банк, и дальше он уже может этими данными обогащать, например, систему транзакционного антифрода, то есть уже смотреть вместе с логикой выполнения транзакции и по итогу принимать решение все-таки принимать эту транзакцию или отклонять. Ну вот если так крупными мазками, напоследок, то вот эта схема, которую я рассказывал, она примерно вот так выглядит. То есть есть SDK, он встраивается в мобильное приложение, дальше там отдельно идет взаимодействие с пользователем по какому-то фрейворку, ну, там, в принципе, можно реализовать полностью аналог вот Касперских уколз, показывать ему весь сервис, можно ему там только мошенников показывать, то есть здесь мы уже не вмешиваемся в эту историю. И отдельно идет поток данных в систему антифрода, где вот все это оценивается вместе с другими факторами. Да, все. Ну вот как раз, как-то я быстро даже уложился. В принципе, по слайдам все. Вот, если там есть какие-то, я не лез сейчас в технические подробности, если что-то больше интересует, то у нас там, да, есть тоже мобильный стенд. Вот, подходите, я расскажу подробнее. Вот, осталось время на вопросы. Да. Перейдите, пожалуйста. Здравствуйте, Николай Белобородов, промсвязьбанк. Вы, получается, чтобы собирать из ДК данные с устройства, нужно, чтобы было только мобильное приложение банка, и у вас там будет свой СДК, или должен быть куколс установлен у клиента тоже, только тогда вы сможете анализировать звонки? Нет, только СДК, это, собственно, технологическое ядро вот куколза. Все это в мобильном приложении банка будет, и все будет анализировать, и предупреждать, грубо говоря, все, я понял. Ну, мы предупреждать не будем, то есть вот здесь история, она между iOS и Android очень разная. То есть на iOS мы, по сути, загружаем данные, дальше все делает операционка. На Android мы делаем две вещи, то есть мы помогаем обработать звонок, потому что это там достаточно сложно, но там с Рой есть некоторые вещи, которые можно сделать из приложений, там надо доступ пользователей запросить. И, соответственно, перехватываем звонок, и можно узнать репутацию, что мы знаем по этот номер. Дальше мы вот интерфейс не реализуем, то есть дальше приложение банка, оно зависит от того, что хочется, там показывает пользователю какие-то окошки. Ну, то есть по большому счету, если хуколс нету, стоит просто банковское приложение, то пользователь, грубо говоря, не знает, что его там банк анализирует, смотрит, нет? Нет, он все равно знает, потому что там достаточно сложные правила у Гугля, там надо ему все подробно рассказать, чтобы он доступ подал. А iOS? Ну, iOS он должен там тоже плагин вот этот включить, то есть он должен активировать этот плагин для обработки звонков. Я просто пользовался гуколсом, поэтому прекрасно понимаю, там высвечиваются, подсвечиваются вот эти ваши категории, все классно, понятно. А там все, я понял, спасибо. Ну, в общем, максимум все может быть так же. Коллеги, еще вопросы? Пока нету. Станислав, у меня вопрос, пользуюсь, так сказать, в нем вы считаете ведущего. Я правильно понимаю, что вот эта репетиционная база, с нее грузятся все данные на телефон, и там происходит обработка, ну, собственно говоря, понимания, там номер репетиционно хороший или плохой? Ну, то есть нету обратного взаимодействия с репетиционной базой с устройства? Нет, есть, там, ну, опять же, по-разному на андроиде есть, потому что мы идет, там, опять же, у нас сейчас вышла первая версия, там не все это реализовано, но в конечном счете мы придем к тому же самому, что есть продукт. То есть есть статистика анонимная у профиля звонков, есть как бы фидбэк пользователей, про который они говорят, что они думают про этом номере, потому что иначе мы просто будем в слепые зоны попадать. То есть мы, допустим, развернулись на какой-то большой банк, как бы его атакуют, и мы про это не узнаем. То есть мы, естественно, должны про это узнавать. То есть я правильно понимаю, что вот эта репетиционная база источниками, ну, по сути, сейчас является вот эта вот обратная связь от пользователя через отдельное приложение WhoCalls? Ну, там много источников. Там, в принципе, и есть, да, статистика, там есть фидбэк, там есть как бы экспертный анализ, есть там еще какие-то источники данных вот из наших глобальных продуктов, в которых тоже есть там часть сенсора. То есть это даже не совсем, сказать, территория вот моя, не территория СДК, то есть это вот коллеги, сколько у нас этим занимаются, вот я там знаю, что у них хороший ДТЭК. Понятно. Я просто спрашиваю, как бы, чтобы было понятно, почему я так, как сказать, задаю такие вопросы, просто вот эта база номеров, она, это чувствительная штука очень, и вопрос получения номеров, их классификации, где они хранятся и так далее, это такая очень, ну, понятно, щепительная тема, вот, и хотелось бы понять, как у вас это реализовано. Ну, она, как бы, она, там основная же ее ценность в том, что она очень динамическая. Понятно. Ну, она очень динамичная, то есть там большая часть вот экспертизы этого СДК, именно, как вот эти, там, как бы в инфраструктуре их у колза это быстро все классифицируется, вот по ситуации, а основная наша задача, эти обновления быстро, как бы невидимо для пользователей, доставить на телефон, чтобы эта история была все время актуальна, ну, соответственно, и там фидбэк получать от них, чтобы мы, вот, опять же, слепых зон у нас не было при интеграции. Да, спасибо. Коллеги, здравствуйте. Александр Мотичев, Рафазинбанк, отдел противодействия к кибермошенничеству. Я хотел бы рассказать о трендах, текущей ситуации, что происходит, и о том, что будет происходить дальше. Вот, что будет после социнженерии, и что с ней сейчас происходит. То есть, она началась недалеко, три года назад, и являлась характером того, что наши клиенты, физические лица, стали менее защищены, и стали больше использовать оплату услуг и использование интернет-банка. Вот. И почему она сейчас заканчивается? Связано с тем, что идет развитие, противодействие отмыванию доходов, АМЛ. Все банки сейчас уже внедрили антифрод и закрывают этот канал вывода средств, мошенников. Вот. Последние два года ЦБ уже регулярно сообщает о том, что идет снижение объемов похищенных средств. Вот. Это связано с тем, что началась нормальная работа операторов связи по предотвращению подмены звонков больших, крупных, во всяком случае, я точно знаю, банков, и подмены номеров в последний год уже нет. Когда клиентам звонят именно тех номеров, которые заявлены банками как основной телефонный номер для обслуживания. операторы связи начали внедрять у себя системы антифрод. Вы все знаете про гексагон. И в результате работы этих антифрод-систем сейчас банки могут использовать в своих антифрод-решениях для обогащения данных и защиты от подмены звонков. Вот. И с чем связано по поводу ковид? У жителей нашей страны сейчас начинается уже такой постковидный синдром, то есть у всех уже есть прививка от мошенников, которые звонят по звонке от службы безопасности. И сейчас мы реально видим о том, что даже если это звонит реальная служба безопасности банка, то наши клиенты не берут трубку, не готовы отвечать и не готовы подтверждать операции, которые мы считаем подозрительными. Вот. то, что предыдущий докладчик рассказывал по определению номеров, тоже помогает защищаться, тем самым, что клиент видит, что подозрительный звонок и не берет трубку. В плане того, что происходит прямо сейчас. Да, все заметили о том, что с 24 февраля заметно снизилось количество социальной инженерии. Газетка Мирсан написала о снижении количества звонков в 11 раз, но по себе могу сказать, что мы у себя видим на снижение количества социальной инженерии в ноль. То есть наших клиентов до последней недели не атаковали от слова совсем. Вот. Свежие картинки с вчерашней операции, проведенной в Бердянске, показывают картинку колл-центра с номерами ВТБ. Вот. И это показывает в том, что борьба должна вестись не только на нашей территории, но и в сопредельных государствах и это реальная борьба. Что происходит, почему снижается конверсия у социальной инженерии и снижение количества доходов во всяком случае в этом канале. И это приводит к тому, что мошенники начинают использовать другие методы с точки зрения оптимизации своих процессов. Происходит роботизация звонков для того, чтобы повышать конверсию, что лучше натравить робота на нервную базу, прозвонить этих клиентов. Если какой-то есть реальный выхлоп, когда клиент ведется на звонок, нажимает «да, это я не совершал операцию», дальше переключают на свободного оператора и уже происходит реальная социальная инженерия, когда оператор работает по клиенту. Тем самым они уже собирают базу уже готовых клиентов на ответ. Вот часть банков уже начала в своих целях использовать роботизацию для обзвона по подозрительных операциях и те скрипты, которые используют банки, они переиспользованы мошенниками для того, чтобы войти в доверие. Показательная еще такая история о том, что мошенники переиспользуют другие базы других служеб обзвона. То есть, если вам позвонил, например, медицинский центр, вы подняли трубку, не выслушали, бросили трубку, через некоторое время вам уже могут позвонить социальные инженеры, потому что информация о том, что ваш номер контактный, и вы на него ответили, она поступает уже другим участникам мошенничества, и происходит уже атака от социальной инженерии, связанной уже с банковским обслуживанием. Что мы видим со своей стороны? Еще автоматизация, разворачивание мошеннических ресурсов. То есть, это немножко, дальше потом расскажу про фишинг, то есть, у них есть целые IT-службы, которые занимаются покупкой ресурсов, разворачиванием инфраструктуры, на которой работают сервисы, мошенников, есть прямо службы, которые занимаются выкуп рекламы для таргетированных атак, и для того, чтобы все их сервисы хорошо работали, и никто по ним не мог противодействовать, они используют сервисы защиты от противодействия. То есть, защищаются так же, как банки защищаются от самих же мошенников и от атак. Продолжение тотальной автоматизации хотел сказать о том, что мы видели у себя с точки зрения того, что какие-либо готовые уже сервисы, которые уже успешно работали против наших клиентов, и мы уже против них выработали реальные средства защиты, они какое-то время используются, потом затихают, потому что эффективность у них падает. И зачастую видим в том, что выходит на рынок другие мошеннические группы, которые просто либо покупают, либо переиспользуют эти готовые ресурсы, и там через год начинается новая атака, но начинается новая атака с использованием тех же самых юзер-агентов сетевого оборудования и сетей. И сам характер атаки используется такой же. То есть мы видим, что одна команда отработала эту технологию, эти IT-системы, переиспользовала, поняла, что эффективности нет, перепродает этот готовый инструмент другой группе мошенников, в которых есть ресурс либо есть желание что-то снова переиспользовать и использовать в своих целях. И на любое, естественно, противодействие со стороны мошенников есть свое противодействие. Те меры, которые применяет банк для защиты своих клиентов, выявляя схемы мошенничества, там, группы устройств, те колл-центры, которые используются, порождают следующие средства защиты о том, что они уходят от своих местечковых локальных провайдеров, которых просто легко закрываются по маскам подсетей либо по определенным названиям этих провайдеров. И мошенники начинают мимикрировать под действием клиентов. То есть они начинают использовать мобильную связь, начинают проксировать доступ к ДБО жертв клиентов через уже мобильные телефоны, которые выходят из локальных российских мобильных сетей. Вот тем самым мимикрируя под действием клиента или использовать то же самое оборудование, которое, возможно, использует та же самая жертва. То есть мы на своей стороне видим о том, что активное подавление с помощью выявленных устройств, с помощью коллег из группы АБИ, порождает то, что эти устройства мы блокируем, эти устройства на какое-то время выходят из оборота, дальше они перезаливаются, и через некоторое время на них снова поднимается новая уже версия ДБО, новая версия операционной системы, тем самым, для того, чтобы мы не могли их снова отследить. Для того, чтобы все эти схемы и мошенников работали, они защищаются от нас, то есть в случае, если мы начинаем подавлять их, выявлять их ресурсы, они используют защиту на сетевом уровне, то есть все те ресурсы фишинговые, которые мы видим, они подняты под защиту Cloudflare, и они от нас защищаются и используют эту защиту для того, чтобы их ресурсы не были маркированы и не были индексированы, для того, чтобы мы могли их быстро определить. Отдельно хотел сказать о том, что сейчас активный тренд это подавление сервисов защиты, то есть те SDK, которые встраивают банки, там, Касперский, группа IB, и те решения, которые сейчас работают, они позволяют очень эффективно выявлять мошеннические схемы, мошеннические устройства и блокировать их. И в связи с этим мошенники начинают пересобирать приложение, либо оттуда вырезая весь код, который был создан для защиты этих модулей SDK, либо на сетевом трафике блокируют запросы от этих сервисов, которые уходят в облачные ресурсы для того, чтобы их обработать и результаты этой работы вернуть уже в антифрод систему банка для активного противодействия. Самое интересное это реклама как двигатель фишинга. Мы замечаем о том, что это начинает активно использоваться. Во всяком случае все крупные банки этому подвержены. И мы видим о том, что тотальная автоматизация приводит к тому, что фишеры используют готовые заготовки, автоматическую разливку сервисов, серверов, покупку ресурсов. И зачастую они даже иногда путаются у себя. То есть, как здесь на примере есть картинка, что поднят фишинговый ресурс, который называется онлайн-ВТБ, а на самом деле сайт представляет себя онлайн-банк Рафайзенбанка. И таргетированный реклам идет от Рафайзенбанка, но ресурсы были выкуплены под банк-ВТБ. И как пример для развлечения, на одном из этих ресурсов был поднят QR-код, который используется для дополнительной авторизации для входа в банк-ВТБ, в котором QR-код содержит не уникальный идентификатор, а просто сообщение тем, кто внимательно и может посмотреть. Вот хотел подсветить основную проблему, которая сейчас есть при блокировке этих ресурсов. Это медленная работа наших регуляторов в плане блокировки доменов. То есть мы сейчас работаем с тремя основными компаниями, которые обеспечивают блокировку ресурсов. Это Центральный банк, есть иностранный европейский партнер и наш локальный. И все они работают сейчас очень медленно, потому что мы связаны сроками реакции и юридическими требованиями по блокировке доменов. И в среднем домен морфишинговый живет от 4 дней. Некоторые домены живут до 2 недель. К сожалению, мы проактивно ничего с ними сделать не можем, потому что есть такая рутина, есть те процессы, на которые мы никак не можем повлиять. и на это может повлиять только изменение законодательства либо проактивное участие нашего регулятора в блокировке этих ресурсов. Хотел рассказать, что будет дальше. Я считаю, что социальная инженерия будет потихонечку отходить, потому что будет все-таки иммунитет у наших жителей работать и будет развиваться дальше фишинг через социальные сети, уже российские в основном, которые сейчас пока отстают с точки зрения модерации и вывешивания какой-либо рекламы, которая может быть переиспользована в плане фишинга. Тотальное развитие новых мессенджеров мессенджеров. Все, как вы заметили, сначала спецоперации перешли в телеграмм, просто все адресные книги, которые были, они все те, кто находился в ватсапе и в прочих мессенджерах перешли в телеграмм. Поэтому есть тренд такой, что фишинг будет переключаться на другие каналы для того, чтобы направить на себя новый трафик. Важно еще следующее, что хотел поднять внимание, это атаки на уровне интерфейсов приложений, потому что сейчас все системы DBO, все модульные приложения, приложения торговых точек, они используют интерфейсы API, которые тоже нужно защищать и которые тоже могут быть использованы мошенниками для атаки на клиента. Как прямой атаки для того, чтобы вывести средства и для атаки для того, чтобы начать ту же самую социальную инженерию. Есть уже в интернете заготовки по доступным API-ресурсам, к которым можно обращаться. Это все опубликовано, есть готовые инструменты на том же самом гитхабе. берите и используйте для того, чтобы у вас был готовый инструмент для будущей атаки. И тотальное отключение всех наших российских граждан от систем платежей Apple, Google, Samsung, Pay. Это будущий вызов, который нужно принять и защищать в связи с тем, что клиенты уходят на старые средства платежа, они начинают снова использовать пластик, который нужно также будет защищать. Есть риск того, что защищенные каналы доставки авторизационных сообщений через push-сообщения тоже может быть закрыт нашими большими провайдерами, которые управляют мобильными устройствами Apple и Google. Тем самым мы снижаем уровень безопасности при платежах. И что сейчас прям живое, это сейчас центральный банк совместным с НСПК внедряет SBPay. Это новый продукт, который позволяет токенизировать банковский счет и уже банковским счетом вы пойдете в точку продаж для того, чтобы оплачивать какие-то услуги. Но этот сервис сейчас реализуется так, что это тоже будет определенная API с банком, с помощью которого вы будете взаимодействовать. И уровень защиты с нашей точки зрения он сейчас пока недостаточный и не совсем проработанный, потому что например те индикаторы компрометации, которые сейчас есть при операциях карто-карт в SBP, которыми обмениваются банки, которые банки должны учитывать в анализе антифрод, дифродом всех транзакций в случае ухода от мобильного приложения, где вы можете эти индикаторы собрать и реально посмотреть, что у клиента происходит. В случае использования уже внешнего приложения вы отдаете один этот токен, с помощью которого банк уже будет принимать готовые запросы на проведение операции, и вы ничего практически не будете видеть и ничего не знаете, что происходит у клиента. Поэтому наверное у меня все. Спасибо большое, очень интересно. Спасибо. Особенно очень практические выводы и для себя кое-что почерпнул. Коллеги, у кого есть вопросы, пожалуйста. Я так все-таки не понял, социальная инженерия будет отмирать или будет расти фишинг? Что вы подразумеваете под термином социальная инженерия? Возможно я что-то там отстал? В данном случае я подразумеваю, что социальная инженерия в моем контексте это именно наши голосовые мошенники звонки клиентам для того, чтобы получить официальную информацию, чтобы украсть у клиента деньги. А пока то есть фишинговые письма в поддельные сайты это в вашем понимании к социальной инженерии не относится? Этот подвид социальной инженерии я хотел бы выделить, что фишинг он несколько другой, потому что здесь нет прямого воздействия на клиента. Клиент просто сам проходит по ссылке. На него никто не воздействует, никто не давит, никто не вынуждает сделать какое-то действие. Понятно. И ваш экспертный комментарий. Широкое внедрение кругом QR-кодов, когда уже вообще ничего нигде ничего не пишут, только говорят наведи там на QR-код, нажми на кнопку и будет тебе счастье. Как вы оцениваете это вообще? А называется это социальной инженерии и куда мы придем при таких технологиях, когда мы несколько лет учили разбираться, что там написано в адресной строке, а теперь мы даже не показываем эту адресную строку, причем на уровне государства, можно сказать, предлагаем щелкнуть по QR-кодам. Да, это новый вызов, это новый вид фишн, который будет развиваться, потому что вы можете сгенерить QR-код, прийти в точку продаж, наклеить поверх их QR-кода свой QR-код, клиент придет и будет оплачивать услуги. Это плохо. Мы участвуем в профильных группах Ассоциаций Банков России и, естественно, взаимодействуем с нашим регулятором. И все риски, которые мы подсвечиваем, и в том числе сейчас, сейчас, непосредственно с НСПК мы подсвечиваем для того, чтобы на раннем этапе внести изменения в будущий процесс. Спасибо. И еще вопрос я заметил. Здравствуйте. Спасибо. Очень интересно. Хотел уточнить, а какие компании становятся целью для того, чтобы собрать данные и в дальнейшем атаковать банки? То есть, смотрите, для того, чтобы уже обратиться в банк, нужен телефон, фил, клиенты и так далее, чтобы начать с ним работать. Как известно, все банки очень хорошо защищаются, потому что их зарегулировали регуляторы, и у них очень понятная схема монетизации. Но если мы смотрим на какие-нибудь другие компании, у которых схема монетизации менее понятная, то у них уровень защиты гораздо ниже. И есть ли у вас понимание, какие компании могут, ну вот, фактически быть некоторой базой данных для мошенников для того, чтобы пойти потом в банк? Ну, в принципе, любые данные сейчас могут быть использованы для атаки уже клиентов банков, потому что получив базовый набор данных, их легко дообогатить и уже понять, что это, возможно, фамилиями отчества является кленом такого банка, для потом провести таргетную уже атаку. Станислав, очень коротко, хорошо? Мы уже начинаем. Извините, я просто не могу не ответить как от вендора на одну из вещей, которые говорили, действительно, очень много сейчас попыток манипуляться API-статистикой, и мы с своей стороны наращиваем это противодействие, но, видимо, это будет сейчас несколько раундов, то есть мы несколько раз будем им косты на это увеличивать, они будут брать какую-то еще технологическую паузу, то есть это сейчас такая история, которая на острие будет. Извините, я просто не мог удержаться. Да, именно так. Спасибо за комментарий. На этом все. Александр, спасибо большое. Итак, меня зовут Игорь Котков, я руководитель направления противодействия мошенничества компании Bizon. У меня такой практический кейс, потому что на предыдущих всех конференциях просили что-нибудь из жизни, ну как из жизни, из того, что можно применить. И, собственно, мы решили осветить проблему предобренных банковских продуктов, в частности, кредитов и кредитных карт. предвосхищая мысли о том, что, наверное, сейчас уже это перестало терять актуальность, перестало быть актуальным, думаю, что это не так. Как известно, все угрозы рано или поздно повторяются, даже если какая-то преступная группа была разоблачена и уничтожена, и потом все равно каким-то образом появляются эти инструменты и заново все повторяется. Поэтому сейчас мы видим следующее, что действительно просело мошенничество. говорят в три раза по сравнению с мартом прошлого года, сегодня сообщили такую статистику. Но мы видим, что сначала оно просело и сейчас начинает обратно восстанавливаться. Поэтому все эти схемы социальной инженерии, о которых все говорили в прошлый и позапрошлый год, я уверен, что вернутся, стоит о них помнить. И поэтому давайте рассмотрим вот такой вариант, когда мошенники пользуются предодобренными банковскими продуктами. Не секрет, что для физических лиц собственно у многих банков один из таких ключевых бизнесов это выдача кредитов для физических лиц. И вот чтобы увеличивать эффективность этого бизнеса, банки делают так называемые предодобренные кредиты, предодобренные карты. Вы можете наблюдать это в своих системах дистанционного банковского обслуживания, мобильных, в вебе, приходят смски, в банкоматах даже есть уведомления такие. Собственно, мошенники этим пользуются и тут нужно понимать, что, например, от текущей кредитной ставки эта схема никак не зависит, потому что клиенту банка это заносится как уже совершившееся действие, которое теперь нужно разрешить. И поэтому на самом деле неважно под какой процент берется кредит, под 25 или под 5, все равно мошенники доводят клиента до неблагоприятного результата. Ну и вот по нашим таким экспертным оценкам сумма преддопленного кредита в зависимости от платежного профиля может достигать аж 10 миллионов рублей. Ну и собственно, чтобы этому противодействовать каким-то способом, нужна обязательно антифрод-система. Все банки используют антифрод-системы. На примере нашей системы без антифрод-преэвеншн можно сказать, какими технологическими требованиями должна система обладать к соответствию точнее требованиям. Обязательно должен быть кросс-канал, то есть система должна смотреть и на ДБО, и на карты. Система должна в идеале быть и транзакционной, и сессионной. То есть тот и другой антифрод должен быть использован. У нас есть и тот и другой, поэтому отлично подходит и входит в список российского ПО. Ну и теперь возвращаясь непосредственно к кейсу, смотрите, есть две глобальные схемы выдачи кредита и выдачи карты. На самом деле они очень похожи. Если мы говорим про составляющие, мы их разделили на три варианта. Первый это захват аккаунта, который осуществился разными способами, с помощью социальной инженерии, фишинга и так далее. Ну в общем-то приводится это к тому, что у мошенника есть доступ в ДБО, который может переключить уведомления пуши на свое устройство и, например, таким образом оформить кредит, вывести деньги куда-то к себе на счет. Второй вариант это когда доступа у мошенника к ДБО нет, но есть возможность воздействовать на клиента с помощью телефона и уговорить его собственно оформить этот кредит и вывести деньги. Ну и третий вариант это некий подвид первого, то же самое, только вывод денежных средств осуществляется не сразу, а в течение некоторого времени, чтобы обмануть антифрод систему, то есть авторизоваться в мобильном банкинге, например, подождать какое-то время, после этого провести платеж, когда антифрод будет думать, что устройство уже доверенное. Для карт в принципе все то же самое, поэтому не будем рассматривать все три варианта. Перейдем, чтобы подчеркнуть важность этого всего кейса, перейдем к статистике. Соответственно, очень быстро перешло. Вот. если взять топ-20 банков и сделать некие средние по больнице показатели, вот мы их постарались сформировать, видно, что в прошлом году сотнями исчисляется количество таких мошеннических заявок на кредиты, то есть на предодобренный кредит, и мошенник подает, точнее, клиент под руководством мошенника подает эту заявку. И в целом, в среднем, тут не очень красиво отобразилось, но 1 миллион, чуть больше миллиона средняя сумма такого предодобренного кредита, когда заявки подаются. Нетрудно рассчитать, что, собственно, в сотнях миллионов рублей, такие общая статистика показывает, ежемесячно исчисляется сумма таких заявок. Ну и в целом, если взять в среднем таком топ из топ-20 банки, 4,5 миллиарда рублей, это сумма таких заявок на такие кредиты. Очевидно, что нужно этому противодействовать и что-то делать. Соответственно, у нас вот тут есть схема, которая откроется сейчас, на которой показано в среднем, как происходит в целом взаимодействие с антифродом, с банком и так далее. Первый шаг это мошенник получает доступ к аккаунту, входит в аккаунт клиента. Если мы рассматриваем схему, когда он получил доступ. И здесь очень важно понимать, что должна включиться сессионная составляющая антифрода, которая собирает все возможные данные с устройства мошенника, с окружения мошенника и в дальнейшем будет использовать эти данные для анализа. Обязательно, чтобы была возможность как на мобильном канале делать, так и на веб-канале. Особенно сейчас веб станет более популярным, поэтому нужно его усиливать, я считаю. Дальше, если мы говорим о мобильном приложении, мошенник переключает на себя уведомления, чтобы можно было сделать такую операцию по выдаче кредита незаметно. И, собственно, дальше пытается оформить заявку на кредит или на выдачу кредитной карты. Наша рекомендация заключается в том, что вообще всегда все, что можно, нужно передавать в антифрод-систему на аналитику и по возможности выявлять какие-то аномальные действия. Часто в силу технологических ограничений банки вынуждены ограничивать количество передаваемой информации. Мы в своих проектах делаем так, чтобы передавалось любое практически действие в антифрод. И вот важно передавать еще перед выдачей, перед отправкой в кредитный конвейер такую заявку. Проанализировав собственно какие данные пришли, все эти предикторы, которые мы собрали с устройства, поведенческий профиль клиента, его окружение, мы можем уже прямо на этапе подачи заявки на кредит сделать выводы и отклонить эту заявку. В целом такой подход повышает эффективность. Дальше у нас проходит работа кредитного конвейера, который, как правило, если это предодобренная заявка, проходит успешно. И дальше производится попытка вывода средств. Ну и тут уже 100% заходит все это на антифрод, где помимо сессионных данных мы уже используем и платежные данные, связь отправителя с получателем и так далее. Соответственно, такой подход позволяет значительно увеличить эффективность таких антифрод решений. И собственно мы так и делаем. Какие нам нужны данные, чтобы все это сделать? Мы на этом слайде собрали. Примерно вверху в блоках приведены на наш взгляд самые важные эфициальные данные. Это различные связи исторические клиенты с устройством, с IP адресом, сколько было входов на устройство, количество клиентов на одном устройстве, ну и так далее. Особенно тут важно удаленное управление, потому что удаленное управление сейчас характерно не только для этого кейса, но и в целом. Поэтому выбирая антифрод, важно понимать, что нужно детектировать также удаленное управление. А второй блок, который внизу, это уже транзакционный антифрод. И все эти данные, как я уже говорил, должны быть увязаны друг с другом, чтобы в одних правилах эффективно настраивать работу системы. Если это все сделать правильно, вот например, как в наших некоторых проектах, мы можем видеть, что до 56% таких транзакций предотвращаются еще на этапе подачи заявки на кредит. То есть мы можем такие мошеннические заявки отсеивать уже превентивно, скажем, без оформления кредита. Даже если это не произошло по какой-то причине кредит, эта транзакция прошла дальше мимо антифрода, то все равно мы можем ее предотвратить. И собственно уже на дальнейшем этапе. 2,5 миллиарда рублей в среднем из топ-20 банки мы предотвратили на этапе подачи заявок. В целом к сожалению рекомендации можно вкратце свести к такому набору, то есть все кредитные заявки, которые есть, необходимо направлять не только на антифрод кредитного конвейера, но и классический транзакционный сессионный антифрод. Ограничить количество заявок от одного клиента в единицу времени, это в зависимости от того, как устроен бизнес-процесс. Ну и в общем-то если антифрод система работает, важно удостовериться, что те факторы, те предикторы, которые были описаны, в нее попадают и они учитываются в правилах антифрода. Если у вас возникло желание купить такую систему, вы можете ее купить у нас, отправив заявку на этот email. Но это не самое главное, самое главное, то что сейчас вы можете просканировать QR-код, о которых говорили, и проверить не мошеннический ли он, а на самом деле зарегистрироваться на вебинар, который будет завтра. И на этом вебинаре мы пройдемся еще раз по этой схеме с предотвращением мошенничества и покажем наш интерфейс, наши системы, как она работает, как настраиваются правила, и можем ответить на технические вопросы. На этом все, коллеги, спасибо. Какие у вас есть вопросы? Морозов Николай Владимирович, я адвокат, бывший ответственный работник банка, у меня такой своеобразный вопрос. Вот вся эта борьба с мошенническими операциями напоминает короткий анекдот. Ну, вы все знаете, что в свое время произошла катастрофа с челленджером. Американский президент спрашивает, а кто нам прислал соболезнования? Ну, Греция, Испания, Шведы, Аргентина и Советский Союз за 40 минут до катастрофы. Получается, когда вот возникает какая-то новая финансовая или банковская операция, моментально появляется высокоразработанная мошенническая операция. Не одни ведь эти люди над ним работают. Это во-первых. Во-вторых, почему мне сделать так? Вы, допустим, разрабатываете противодействие, а ваш коллега, рядом, тоже высококульсерный специалист, разрабатывает это с позиции совершения мошенничества. Не было бы тут быть полезным. Потому что я приду пример, когда мы адвокаты вдвоем работаем, я, допустим, защищаю клиента, а мой коллега, он выступает с другой стороны. И третье. Не знаю, как сейчас, раньше Главное управление Центрального банка, вот в Москве, оно рассылало регулярно циркуляры о мошенниках, о мошеннических операциях. Ну, это вопрос немножко к вам. А может быть, такую информацию собирать где-то Минцифры, и она бы рассылала циркуляры какие-то по банкам, заранее предупреждая, чтобы это не было неожиданностью. Спасибо. Спасибо за вопрос. Начну по порядку. Значит, отвечая на первый вопрос, не заинтересованы ли в банке в том, чтобы самим делать мошеннические операции, это маловероятно, тому есть много подтверждений. Как противоядие мошенничеству? А можно в продолжение? Подождите, давайте разберемся все-таки с ответом. Там несколько вопросов было. Он как бы в русло общее предыдущего вопроса. После серии мошенничества с онлайн-продажей недвижимости появилась такая возможность письменно подать заявление о запрете любых сделок без личного присутствия. Вот очень многие кредиты не берут. Почему нельзя сделать ровно то же? В бюро кредитных историй поставить галочку о запрете оформлять любые кредиты без личной явки. Тем, кому в этом нет нужды, и у вас значительное количество мошенничеств с кредитами просто отпадет. Хорошо, спасибо. Сейчас давайте по порядку насчет первого вопроса, в качестве противоядия. Если можно коротко, мы уже начинаем выходить. Все, все понял. Первый вопрос, мое мнение, банки никогда не будут заниматься такими вещами, потому что это портит репутацию банков и их основной бизнес. Отвечая на второй вопрос, по-моему, он касался внутренних утечек, не участвуют ли сотрудники антифрод, разработчики антифрод решений, либо сотрудники банка в мошеннических схемах. Теоретически такое возможно, и конечно же, здесь нужно использовать средства контроля за утечками, контроля внутренних инцидентов, собственно, такие есть, но они не относятся, наверное, к теме антифрод решений. Это скорее про внутреннюю информационную безопасность. третий вопрос был про то, что не делятся ли Минцифры какими-то способами противодействия мошенничеству. Конечно же, делается эта работа, есть у нас орган Финсерт, распространяются специальные списки черные мошеннических реквизитов, банки обязаны проверять любой платеж, не входят ли собственно реквизиты в этот черный список. В общем, банки обязаны делиться инцидентами с Финсертом. На это возлагаются большие надежды, что система постепенно раскручиваясь приведет к тому, что мошенничество сильно снизится. И четвертый вопрос про кредитную, про бюро кредитных историй. Мне кажется, отличная идея, давайте сделаем. Только я не знаю, куда нужно пойти, чтобы это сделать, но мне кажется, стоит на эту тему подумать. Спасибо большое. Спасибо большое за выступление. Я хочу сегодня немножко рассказать про особенности антифрода в условиях санкций и поговорить об этом не снаружи, а поговорить об этом, как это происходит внутри. Для начала давайте поговорим о вечном. Буквально два предложения. Что бы мы ни делали, мошенники будут всегда. Вопрос о том, что какие формы мошенничества будут, там это вопрос времени, но они будут всегда. И пока есть деньги, мы от них никогда не избавимся. Вторая, посыл, там уже было сегодня про серебряную пулю. Не бывает никаких серебряных пуль, их никогда не будет и на это надеяться нельзя. Просто будут какие-то средства защиты, которые будут защищать нас сегодня от того, что было вчера. И любая функциональная система, вот мы придумываем что-нибудь замечательное, новое, которое всем нравится. Вот говорили сегодня про оплату QR-коду. Буквально там два месяца назад захожу в Гран-Кофеманию на Лубянке и там почти на всех столиках стоят такой стикер, говорит, оплата чаевых по QR-коду. Половина, значит, вот те, которые есть и половина переклеенные. Куда эти деньги пойдут? А я не знаю. Но я знаю, что кто-то уже попробовал воспользоваться новой формой мошенничества, используя функциональность. Какие из этого следствия? Защищаться от всего невозможно. Мы сегодня слышали огромное количество средств. Давайте защитим что-нибудь сессионное. Давайте поговорим о том, как защитить клиента после того, как его ограбили. Давайте защитим клиента до того, как его ограбили. Давайте ему что-нибудь сообщим. Масса всяких способов. Ребята, от всего невозможно. Даже в самых больших банках мы должны понимать, что защита она всегда будет вот по тому месту, где больнее всего бьют. И надо понимать, что мы будем всегда работать в экономических условиях. Мошенники это те же бизнесмены, только у них свой специфический бизнес. И если системы даже самые дорогие будет легко сломать, они будут их ломать. Если самую простую систему будет трудно сломать, они этим заниматься не будут, они перейдут в другое место. Иначе говоря, что пока сейчас стало более актуальным, дешевым, использовать социальную инженерию, она будет использоваться. Если появятся технические средства, достаточно дешевые, они будут в первую очередь применяться мошенниками. И это совершенно нормальные экономические условия, и к этому надо быть готовым. поскольку меня тут сильно ограничили во времени, люди из добрых побуждений съели мой бюджет временной, я буду очень быстро пробегать. Начну с того, что все основные современные системы ДБО в условиях санкций, их риски не поменялись. Как были риски связаны с финансовыми потерями клиентов, банка, снижение рейтинга, запрет использования операций в ДБО, это все как было, так и осталось. В этом смысле ничего не поменялось. Проблемы современных ДБО все как были, так и остались. Это все, что связано с проведением платежей без согласия клиента. Что такое признаки согласия или несогласия клиента, до сих пор вопрос достаточно спорный, и нас сейчас центральный банк пытается вынуждать платить клиенту, возмещать ущерб клиенту, если платеж совершен без его согласия. Что такое согласие клиента? Вопрос на самом деле непростой, очень творческий и в большинстве случаев нерешаемый. Как реагировать на появление признаков операции без согласия клиента? Попробуем определить при онлайн платежах, если имеются признаки, это уже мошенническая операция или не мошенническая операция? У вас в обычной системе ДБО платеж два дня не подтвержден клиентам, это мошенник или не мошенник? Если мы возьмем статистику, которая центральный банк, возьмем статистику, которую уважаемый Павел дает, и статистику, которую дает, например, Сбир или МВД, мы будем говорить об одних и тех же вещах, но мы не сойдемся ни в одной цифре. Да, проблемы, вот они есть, но они до сих пор не решены. И вот сегодня много говорили об искусственном интеллекте. Я за, я только за прогресс, пусть будет, он хорошо помогает. Какая юридическая значимость заключений искусственного интеллекта, если он заблокировал платеж, и в результате я получил штрафные санкции за несовременное проведение платежа, налетел на пене, юридическое заключение, вот значимость такого заключения искусственного интеллекта, ну, я не знаю. И, честно говоря, решений на этот счет я просто пока не вижу и понимаю, что их надо решать. Вектора атаки совершенно как были, да, так и есть. Это как бы такая упрощенная схема, что у нас атаки на саму технологию проведения платежей, да, все мы помним, как только появилась система СБП, да, все банки, которые принимали участие, в этом замечательном тестировании, да, все информации о клиентах всех этих банков с номерами телефонов, она стала доступна на мошеннических рынках. Атаки на инфраструктуру проведения платежей, мы об этом говорили раньше, мы об этом говорим сейчас и будем говорить об этом в будущем, потому что мы знаем, что если инфраструктура не защищена и ее легче взломать, чем заниматься социальной инженерией, у нас взломают. Если она у нас будет достаточно хорошо защищена, атака. Атаки на программное обеспечение, об этом уже и коллеги из Касперского говорили, атаки на клиентов с использованием социальной инженерии, да, мы про это сегодня практически целый день говорим, атаки на сотрудников банка, про это говорили мало, но тем не менее это один еще источник, про который не надо никогда забывать, да, и когда мы говорим о комплексных системах антифрода, мы начинаем говорить о том, что надо бы их уже сопрягать с системой контроля деятельности собственных сотрудников, потому что это один из источников того, что происходит потом. То, что воздействует на клиентов в первую очередь, почему социальная инженерия возможна, страх, жадность, любопытство, недостатки осведомленности и устойчивости самих клиентов, они просто в разной мере будут меняться, мы будем учить их одному, значит, соответственно, перестройки работы мошенников на клиентов будут другие, да, и об этом сегодня уже тоже говорили. Если мы будем говорить недостаток осведомленности и устойчивости клиентов, говорили, что вот даже самые устойчивые, самые осведомленные коллеги из Касперской все равно попадали под воздействие после там пяти-семи минут. Так что же поменялось? Мы сейчас живем в достаточно сложных условиях, мы живем в условиях санкций, что у нас изменилось вот с точки зрения системы антифрод изнутри. Да, в первую очередь стала более высокая тревожность общества, да, тревожность связана с неуверенностью в банковских операциях, неуверенностью вообще в завтрашнем дне, и поэтому это создало мошенникам дополнительную возможность влиять на клиента. это тренд, да, который помогает клиенту постоянно иметь актуальную тематику атаки на клиента. Постоянно меняются весовые составляющие различных видов атак. Что я имею ввиду? Мы уже говорили о том, что социалка вроде как упала, да, в первые дни, нам показали разгромленный колл-центр, по данным того же Сбербанка, буквально на прошлой неделе они начинали писать о том, что опять разводы мошенников возросли на 30% по сравнению с началом ну с 24 февраля. Отключились многие или переключились зарубежные колл-центры, это как раз причина того, что снизилась некоторая активность. Вот почему переключились, да, состояние того колл-центра, который показывали на фотографии, говорит о том, что они не бросили, да, они просто бросили то, что нельзя унести, а вся информация была унесена, значит, они где-то в другом месте развернутся и точно так же начнут эффективно работать. Кроме того, нам показывали географию, да, география, это не только Украина, да, это огромное количество точек, в том числе и в России, да, которые остались и продолжают работать. Это говорит о том, что в этом направлении у нас мало что изменится. Будет время от времени просто меняться технические атаки с использованием социнженерии. Возникли некоторые технические проблемы с удаленными каналами взаимодействия клиентов, да, отзывы сертификатов изменили нам возможность отдельных каналов, да, возможность использования мобильных банков, исключение приложений из магазинов привели к тому, что мобильный банк начал частично возвращаться в интернет-банк. Для безопасника, в смысле для тех, кто занимается антифродом, это означает, что изменяются некоторые параметры, которые мы закладывали в контроль, да, изменяются весовые характеристики этих параметров, пропадают некоторые параметры, которые были в мобильном банке или в мобильных платежах, которых раньше не было в интернет-банке, и при этом надо придется сейчас переделывать сам интернет-банк, для того, чтобы получать те же параметры для контроля. Возросли риски отключения зарубежных облачных сервисов, это для тех антифрод-систем, которые используют эти сервисы, ну не секрет, что КРСА замечательный, да, он использует свое облако для повышения эффективности работы, и у нас сейчас отключение таких облаков резко снижает эффективность выявления мошеннических операций. Кроме того, для ряда банков, я не говорю там топы, для банков небольших, проблемы, связанные с возрастанием давления на финмониторинг, приводят к тому, что часть операции переползает в антифрод. Я понимаю, что чисто на бумаге это очень похоже, но по сути антифрод и финмониторинг это две принципиально разные вещи. Они работают с очень похожими параметрами, они работают с похожими списками, они работают на тех же самых транзакциях, но это принципиально разные технологии контроля, но в небольших банках эти задачи приходится решать антифроду и это создает дополнительные проблемы. Постоянно расширяющаяся функциональность СБП, к сожалению, антифрод не всегда за ней успевает. Конечно, мы можем полагаться на систему антифрода и НСПК, они классно там все придумали, но банки за этим должны догонять. Нам предлагают анализировать кучу параметров, у нас проблема стоит в том, что мы эти параметры не можем где-то взять, их надо переделывать в том числе и системы ДБО. Ну и говорили, что уже сегодня недостаточно быстро внедряются технологии 3DS 2.0, именно с этим связано, что даже внедрение этих технологий не повысит безопасность, если у нас не будет тех самых источников из транзакционных систем, которые анализируют безопасность платежей. Ну, навскидку до 500 параметров, по крайней мере, технически можно использовать до 500 параметров, реально используется пока 150-160, реально из платежей мы можем получать 20-30. чтобы было понятно, что технологии нам предлагаемые замечательные, но реальная безопасность, конечно, она лежит где-то в другой совершенно плоскости. Попробуем идти дальше. Значит, что с точки зрения, как с точки зрения вообще офицера безопасности банка выглядит вот эта вся проблематика. Мы видим некоторые типа атак. Я здесь самые широко использую, то есть там из топ-20 выбрал. Это атака на клиента, когда у мошенника есть весь пакет данных необходимых для проведения платежа за исключением тех самых одноразовых паролей, которые он получает. Здесь получается, что здесь для проведения самого платежа используются средства мошенника, само средство проведения платежа мошенника, и деньги уходят куда-то по специальному маршруту. Если у мошенника есть только частичное получение данных, но он при этом может необходимые данные дополучить у клиента в разговоре, дополучить необходимые данные для проведения одноразовых паролей для проведения самого платежа, но при этом он опять же использует само средство проведения мошенника. Опять уход на кошелек, обналичивающий в банкомате. И когда мы говорим о необходимости перевода денег на защищенные счета, здесь используется уже средства самого клиента, и сам клиент переводит, но опять же уходит на кошелек, банкоматы, ну и такие вещи, как необходимость содействия следствия, такие тоже атаки появились, когда используются средства самого клиента, и клиент сам переводит свои деньги, или открывает кредиты, о чем уже говорили, либо переводит свои деньги, отдает кредитные средства, здесь уже идет получение наличных денег, самого клиента, перевод на кошелек. Что здесь с точки зрения антифрода важно? Здесь важно то, чем проводится платеж, то есть мы должны знать транзакционные данные, мы должны знать сессионные данные, мы должны знать данные клиента, если у нас появляется новое средство проведения платежа, это уже звоночек, на который надо реагировать, и скорее всего это мошенническая операция. если идет платеж с средств самого клиента, то здесь возникает уже проблема, мы не можем точно сказать в лоб просто, поанализируя транзакционные данные, анализируя сеансовые данные, клиент сам переводит или переводит под давлением, что называется. И здесь начинается то самое место, где по идее должен работать искусственный интеллект. Что здесь важно? Нажатие на клавиши, время между клавишами, типичный или нетипичный платеж, окружение тех платежей, которые были раньше, которые похожи у других клиентов. Иначе говоря, необходима какая-то аналитика, связанная не с самим клиентом, а с некоторым окружением. Окружением клиента, окружением такого типа платежей, телефонных номеров и так далее. И здесь как раз было бы очень эффективно внедрение того самого искусственного интеллекта, который мог бы анализировать поведение клиента и говорить о том, что скорее всего уровень риска этого платежа достаточно высок и с этим надо что-то делать. Ну и последнее, что отсюда можно вывести, это все-таки куда выводятся деньги. Деньги выводятся как правило на карты с последующим обналичиванием, либо это электронные кошельки, либо это непосредственное получение налички от самого клиента. Это означает, что нам необходимо иметь кроме всего прочего базы туда, куда уходят деньги, базы дропов. Я понимаю, что эти базы очень быстро обновляются, они очень быстро становятся неактуальными, но тем не менее это один из тех способов снижения уровня мошенничеств, которые нам доступны. На сегодняшний день из этого можно сделать вывод, что у нас есть как минимум два пути. Первый путь это внедрение каких-то технических средств, которые могут быть связаны с тем, что если вдруг у нас по уровню риска платеж требует подтверждения, либо проводить его блокировку, либо требует дополнительное подтверждение платежа, либо пытаться все-таки повышать осведомленность клиента по всем возможным каналам. С этим достаточно большая проблема. Мы все знаем, что все клиенты разделяются как правило на три больших категории. Одна примерно 80% или корень из двух пополам. Это те самые нормальные люди, которым объяснишь, и они начнут нормально совершенно делать. есть параноики безопасности, которые без вас 30 раз проверят, а лучше просто пойдут с наличкой и все оплатят. А есть чистые пофигисты, либо сознательные, либо несознательные, но те люди, которые пренебрегают правилами безопасности. И вся наша работа по отношению клиентам как правило сводятся к этим нормальным людям. То есть мы начинаем объяснять, как правильно делать, как делать хорошо, как делать безопасно тем людям, которые и так в основном этим занимаются нормально и правильно. А самая большая проблема составляет те самые 10% справа, потому что они не слушают то, что вы говорите. и поэтому они попадают вот в те самые проценты с мошенническими операциями. Поэтому здесь сразу вывод, ребята, надо по-другому работать, надо по-другому строить нашу работу по повышению осведомленности. При этом надо помнить, что при этом надо помнить, что работа по повышению осведомленности, она очень сильно упирается там в неверие. Вот этот слайд я впервые продемонстрировал в 2006 году. Значит, это уже больше 15 лет назад, и он сегодня остается актуальным. Я точно такой же слайд нашел два месяца назад. На сайте предлагают, ребята, сейчас у нас пошла волна блокировки карт. Проверьте свою карту. Вот смотрите, эти самые иностранцы проклятые заблокировали. Проверьте, ваша карта заблокирована или нет. Вот вводите свои данные и можете быть уверены, что ваша карта будет заблокирована в ближайшее время. Такие вещи до сих пор работают. 15 лет мы говорим примерно об одном и том же, с тем же самым результатом. Надо говорить, что ребята, надо работать по-другому, надо по-другому строить работу, надо помнить правила Парета и делать ее таргетированной. И тогда возможно будет, ну поскольку я уже тут перебрал время, поэтому голопом по Европе, коллеги, современные ДБО вот изнутри должны выглядеть совершенно там понятно, что в обязательном случае должен быть модуль самообучения. Да, в противном случае эту систему один-два офицера безопасности сопровождать не смогут. Обычно больше не бывает. Больше людей, которые потом разбираются с результатами того, что наваяла эта система. Обычно один-два офицера в обязательном порядке должна иметь модуль самообучения. Прогнозирование нагрузки на контроль финансовых операций в зависимости от принимаемого банком уровня риска. Без этого вы не сможете правильно настроить правила. То есть чем более жесткие вы настраиваете правила, тем больше вы подпрыгиваете от ложных срабатываний. Поэтому здесь очень важно выбрать тот самый риск-аппетит банка, до которого они принимают мошеннические операции и возврат средств. Либо вам уже придется все-таки блокировать и потом воевать с ложными срабатываниями. Все компонентные модели должны в режиме реального времени. Вы должны жить и система должна жить вместе с вами. Если вы этого не будете делать, она у вас не будет работать вместе с вами. О кросс-канальном мониторинге уже сегодня говорили. Да, на сегодняшний день работа только по одному каналу она бессмысленна. Каждый из нас использует как минимум один или два канала. некоторые используют и больше в том числе кредитные. Ну и минимизация ручного вмешательства. Сегодня говорили о том, что даже самый развитый искусственный интеллект не работает без человека. Это конечно. Но тем не менее автоматизация максимального числа операций должна привести к повышению эффективности работать там, где это возможно. Коллеги, я буквально вместо заключения мы говорим, что внедрение любых технических средств защиты в том, что система антифрода это мастхев. То есть это то, без чего система не может работать. Нормальный банк не сможет нормально работать. Но это только фундамент. В каждом банке все это должно быть адаптировано под себя со своими собственными рисками, со своими собственными бизнес-процессами, продуктами и каналами. Друзья мои, время требует, чтобы мы переходили на отечественную систему антифрода. Это связано не только с импортозамещением, но и с тем, что их невозможно отключить снаружи. Если мы их делаем сами, мы сами их поддерживаем. Я вам скажу на личном опыте, у нас не просто хорошие антифрод-системы российские, они в значительной степени превосходят зарубежные, просто надо их брать и пользоваться ими. Но я не хочу заниматься рекламой, можно в кулуарах подойти, я расскажу. Обязательно внедрять систему поведенческого анализа, иначе мы не сможем бороться с социнженерией на уровне систем антифрода. Только здесь есть успех. Но такие вещи, как внедрять систему анализа самих гаджетов, об этом говорил представитель Касперского, они это делают практически идеально. Единственное, что надо очень аккуратно все это внедрять, но тем не менее все работает. Дополнительное подтверждение при превышении риска платежа, если у вас система большая, у вас много клиентов, если у вас не будет дополнительной системы подтверждения платежа при превышении уровня риска, у вас будет либо слишком много заблокированных платежей, либо слишком много претензий клиентов о том, что какие-то мошеннические операции. Здесь надо очень внимательно к этому относиться, и дополнительное подтверждение является обязательным элементом. я уже говорил о том, что необходимо пресекать уровень дропов. Если не будет куда переводить денег, или по крайней мере это будет делать сложно, дорого, этим не будут пользоваться и будут использовать другие каналы. Но это можно сделать только на основе сегодня спрашивали Минцифры. У нас уже есть финсерд, но он должен работать. То есть финсерд есть, который должен выполнять эти функции. Вот задача, чтобы он это делал. Кроме того, у нас сейчас очень неплохой антифрод НСПК, по крайней мере, в потенциале. Если он заработает так, как это предполагается, мы получим большой плюс с точки зрения формирования базы дропов и ее использования в онлайн режимах. Мы получим возможность пресекать платежи еще до того, как они пошли на получателя платежа. Ну и кроме того, надо отсекать те каналы, которые позволяют мошенникам получать данные о клиентах, на основании которых мошенники могут проводить платежи. Коллеги, это все. мошенникам пакет мошенникам